Ловкие, смелые, всегда готовые помочь ближнему, активные и позитивные. Эти качества присущи каждому из ребят, кто пришел в этот день во дворец творчества детей и молодежи. Все эти мальчишки и девчонки – члены детских общественных организаций, созданных и успешно работающих в их родных школах. На этот слет под названием «Солдатская ловкость» на все времена они приехали, чтобы показать то, чему научились в течение завершающегося учебного года. Эти мероприятия созданы для того, чтобы немного сблизить школы, чтобы они были друзьями, побольше общались друг с другом, не соперничали, ну и чтобы они хорошо проводили время. Такие массовые собрания представители школьных детских общественных организаций проходят ежегодно. И не только на местном уровне, но и в республиканских масштабах. Недавно чистопольские ребята приняли участие в одном из таких фестивалей детских объединений в городе Казань. Инициатива 2015. Там мы проводили, тоже с нами проводили игры, и там было очень интересно. Мы очень как бы сблизились и еще охотно съездить туда. Если говорить о сегодняшнем событии, то началось оно с государственных гимнов России и Татарстана, после чего была проведена перекличка. Стою с мальчишек и девчонок сильнее всех, содружеств на земле! В каждой школе существует своя организация. У нее есть название, девиз, и все они объединяются в организацию под названием «Я чистополец», главными задачами которой являются духовно-нравственное и патриотическое воспитание, прививание детям и подросткам чувств милосердия и сострадания и многое-многое другое. Воспитание стоит на уровне образования, даже выше ступенькой, но мы об этом иногда забываем. А сегодня мы собрались для того, чтобы воспитать, обучить актив детских организаций школ. Они здесь набираются опыта и потом несут это каждый в свою школу. Если ты ищи на пее, значит, ищи не стимиться. Если ты не один, значит, будут замешки. Сегодняшний фестиваль проходил в несколько этапов и был посвящен юбилею Победы. И поэтому большинство заданий были связаны с военной тематикой. Ребята показывали свои возможности в военно-спортивных конкурсах, собирали картинки из пазлов, пели песни, демонстрировали строевые навыки, показывали свои знания, показания первой медицинской помощи и многое другое. Все участники соревнований получили сертификаты, а самое главное, каждый из ребят увез состязанием массовых впечатлений и положительных эмоций.